Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Предлагаем вашему вниманию очередной репортаж, интервью с очень важным гостем из города Екатеринбурга. У нас сегодня в собеседниках Александр Валентинович Баранов, президент группы компании «Урал-Экспоцентр», евро-азиатский выставочный холдинг, если я не ошибаюсь. Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Александр Валентинович, что вас привело на нашу гостеприимную белорусскую землю? Я познакомился с этой технологией совсем недавно, только летом этого года. Мне очень интересен этот проект. У меня было очень много вопросов. Я сам по образованию инженер-механик, и поэтому мне очень интересно было увидеть воочию то, чего вы достигли. Одно дело, те ваши профессиональные репортажи, с которыми я знаком, которые бились и с выставки в Германии, и с вашего полигона. Другое дело, что называется, как говорят в России, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сразу скажу о первых впечатлениях, что то, что я увидел, безусловно, меня только еще больше укрепило в том, что в этот проект интересно вкладываться и финансово, и организационно, чем я сейчас и пытаюсь заняться. Помогаю координатор этого проекта в Екатеринбурге, и мы работаем на регион Урала. Спасибо за внимание. Мировой, можно сказать, уже продвижение этой технологии. Спасибо большое. Вопрос такой. Ваши планы относительно Skyway исключительно в качестве инвестора или в качестве президента группы компаний, которые занимаются, как я понял, организацией выставок, форумов, подобного рода мероприятий? И тот и другой интерес, потому что мы, безусловно, проводим часть мероприятий, где возможно участие в том числе и вашей компании, и как инвестора, потому что и как человека с определенными связями у нас в регионе, который поможет продвигать этот проект у нас в регионе. Я слышал ваш разговор с Анатолием Эдуардовичем Юницким, ваши переговоры, и вы обсуждали какие-то перспективные планы по разработке специальных сплавов, каких-то спецматериалов для Skyway. Правильно ли я это услышал? Можете ли нам чуть-чуть подробнее рассказать эти перспективы? Да, вы затронули интересную тему. У нас в регионе есть предприятия с очень высоким уровнем развития, в том числе по новейшим сплавам. Любого уровня сплавы можно выпускать на мировом уровне в нашем регионе. Это первое. Второе. Я нахожусь в команде, которая занимается фотоветровой энергетикой. И мы с Юницким тоже обсуждали возможность предполагаемого сотрудничества, используя альтернативные источники энергии, фотоветровые станции. Я член команды этой. Причем там на очень высоком профессиональном уровне. Руководитель проекта Игорь Петрович Волк, летчик-космонавт. И мы с ними сотрудничаем, в частности, по продвижению именно фотоветровых станций. Они могут здесь, в этой технологии Skyway, потому что у вас электрическая тяга, очень пригодится. И вполне возможно, в ближайшем будущем мы попробуем этот альянс составить. Спасибо вам большое. Но мы хорошо знаем и космическую тему. Она присутствует в проекте Skyway с самого начала. Что самое интересное, я пришел сюда из этой отрасли. Желаю вам всяческих успехов. И мы будем надеяться, что с вашей помощью Skyway придет не только в Австралию или в какие-то другие страны, которые уже стоят в очереди, можно сказать, без ложной скромности за наши технологии, но и в Россию, и во все другие страны бывшего СССР. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.thefixsystems.com. В общем, присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда все ваши планы поднимутся на космическую высоту. Строй Skyway! Спасай планету!